Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я начинаю новый влог, и мой влог начинается с макияжа, потому что сегодня обалденная погода, светит солнышко, у меня очень хорошее настроение, и я решила в такой прекрасный день не сидеть дома, быстренько сейчас сделать макияж и пойти гулять. Как вы думаете, с кем я иду гулять? В первый раз мы идем гулять с Норминой, она мне делала макияж, кто помнит, где-то месяц, нет, пару месяцев назад она делала мне макияж, и вообще, вы знаете, мне очень не хватает общения, вот реально, мне не хватает общения, с такой большой аудиторией мне не хватает общения. Раньше это меня никак не напрягало, то есть я кайфовала от того, что я целыми днями сижу дома, там работаю и так далее, могла даже по три ролика в день снимать, и это меня безумно вдохновляло, но сейчас я чувствую какую-то опустошенность немножко, и мне кажется, у меня не хватает просто социума, у меня не хватает общения, подружек и так далее. И однажды я об этом сказала на мукбанке, и мне было так приятно, девочки, что столько девчонок мне написали в инстаграм, наверное, где-то человек 200, что хотят со мной дружить, и это очень приятно осознавать, что в мире есть столько людей, которые смотрят тебя и хотят с тобой дружить. На самом деле это очень приятно, но здесь есть еще негативная сторона, она заключается в том, что я-то вас не знаю, то есть вы меня знаете, мой характер, например, мои повадки и так далее. А для меня, например, начать общаться с подписчицей, это просто как ткнуть пальцем в небо, то есть я могу попасть, а могу и не попасть абсолютно. Но в случае с Нарминой, когда она мне написала, не знаю, у меня прям сразу какая-то к ней вот была симпатия, я вот сразу могу понять, мой человек или нет. В случае с Нарминой, несмотря на то, что она младше меня получается прилично так, все равно как бы мы нашли точки соприкосновения, мне кажется, у нас прям в этом плане общение прям будет классное. Поэтому уже несколько дней, как я хотела с ней увидеться, она предлагала еще вчера, но вчера у меня были дела, поэтому перенесли на сегодня, как раз сегодня прекрасная погода. Еще не решили, куда пойти, встретимся, уже походу будет понятно, куда мы пойдем, чем мы будем заниматься. Немножко надоело, если честно, просто ходить в рестораны и кушать, хотелось бы заняться чем-то интересным. Мне кажется, у нас в боку вот прям реально нечем заняться. Вот какое-то креативное, интересное место есть ли у нас, пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Обязательно сходим, посмотрим, заценим. Мне так резко захотелось чая. Слава богу, я сегодня не опаздываю, мне есть даже время попить чаек и выбрать, что же я надену. Дурачок, ты будешь чай? Тебе налить? Сейчас созванивались с подружкой, она мне говорит, что оденься легко, потому что на улице очень-очень жарко. Я вышла на балкон, реально прям лето, но я думаю, под вечер все равно будет холодно, поэтому надо обязательно взять с собой что-то накинуть. Можно даже вот этот кардиган, я его ни разу не носила после того, как купила, просто висит в шкафу, но сейчас разберемся. Я решила надеть вот этот костюмчик, он мне, правда, немножко в талии велик. Ну что делать? Хотя это XS, ну большой немножко, но смотрится классно и сейчас под такую погоду, я думаю, будет прям самое то. Сейчас буду просто вот так ходить, а под вечер накину обязательно пиджачок и уже буду с пиджачком. И кроссовками дополню этот образ. На удивление я никуда не опаздываю, могу спокойно одеваться. Такое бывает крайне редко, вот что значит встать пораньше. У меня лук прям под мою машину, мне кажется. Но сегодня, к сожалению, я вынуждена ехать без машины. Я уже на торговой, здесь народа особо нет. Пытаюсь найти Нармина, она сказала, что она около колорита. Погода просто бомба. И настроение, кстати, мне подняли, прохожий один. Так круто шутканул, что прям настроение поднялось. Смотрите, какое мы место нашли. Здесь вот такая вот посуда и на ней можно рисовать, а потом нести домой. Правда, через две недельки ее еще обжигают, вроде как. Я никак не могу выбрать, на чем я буду рисовать. Ну, правда, красками и не особо мне ее хорошо рисовать. Но я постараюсь что-то намутить. Прям такой, знаете, антистресс. Можно, кстати, эти штуки делать тоже. Здесь все что угодно есть. Такие маленькие блюдечка. Здесь что-то сломалось вроде как. А это шкатулка, я так понимаю. Ну, очень интересное место. Прям релакс. Это ваза такая. О, класс. Я думала вазу взять, но я думаю, за один урок я не смогу разрисовать вазу. Поэтому надо брать что-то поменьше размера. Они продаются в смысле? Да, они продаются. Это уже работал профессионал. Смотрите, как красиво. Плюс еще из-за этой посуды можно пить, есть и так далее. Сейчас, если я намучу кружку, будем на мукбанках хомячить. Как не в себя. Так вот. Все очень красиво. Мы с нами, Мишка, остановились на вот таких вот стаканчиках. И вот это уже готовые варианты других людей, которые уже сделали. Очень красиво получилось. Ну, разные формы здесь есть. Но самое главное, из них можно пить. Для начала нужно выбрать рисунок, который мы будем рисовать. У меня здесь в Пинтересте ничего только нету. Нормального ничего нету. Вот. Но такой я навряд ли смогу нарисовать. Это я маркерами рисую, а красками, не знаю, получится ли или нет, надо брать что-то, что проще. Я остановилась на этом рисунке. Посмотрим, получится ли у меня красками. Здесь другие варианты тоже есть, такие милые. Такой зайчонок. Здесь у нас... Ты смог снимать? Да. Мишка, передай привет. И как всегда у меня фокуса нету на камере. Короче, вот такое блютсио. Только после того, как я нарисовала эту фигню, Нармина мне говорит, что ты же вроде как правша. Надо было нарисовать с этой стороны. Придется здесь тоже что-то нарисовать или перейти уже на левую руку. Очень круто получилось. Классно? Да. Если бы маркеры можно было раскрасить, была бы вообще пушка. Да. Еще сзади я что-то напишу. Но здесь не маркеры, да? Здесь же краска. Да. Впервые вижу клячку. Оказывается, он так круто. Все стирает. Посмотрите, вот такая штука. Очень классно. Даже надо купить себе для бумажного канала. В общем, что у меня получилось? Нармина еще ничего не нашла. Я еще убираю. Она еще выбирает. Я уже закончила. Тут будет жираф. Тут будет зайчонок. Я здесь напишу «Жизнь прекрасна». И тут как ни крути. И здесь ха-ха-ха. Здесь очень уютненько. Хочется прям снять каждый уголочек. Смотрите, какие классные тарелки. Фокуса, конечно же, нет. Я пошла за водой. И вот здесь залипла. Шкатулки прикольные здесь. Все очень красиво. Но мне почему-то кажется, что у меня не получится, естественно, так разрисовать. Но классные варианты есть тут. Короче, атмосферненько. Вау, Нармишка супер. Это кто? Это кого ты нарисовал? Это я. Очень красиво. Я не знала, что хорошо рисуешь. А, ты же визажист. Все визажисты умеют рисовать. Не, я вообще на... У меня дедушка и мама художники вообще, да? Да? Да. Я думала, я что такого-то рисую, такого зайчика. Но у меня тоже классно получается. Я уже начала его разукрашивать вот такими красками. Вот. Вроде получается. Было бы, конечно, шикарно, если можно было в конце его обвести линером или толстым маркером. Но сказали, что нельзя. Ты тоже любишь, да, нажимать на карандаш? Я тоже обожаю. Да. Ты просто сильно не переусердствуй, не забывай, что у нас мало времени. Да. И надо закончить, поэтому... Что мне с этим делать? Нет ничего. Да. Просто... Семей. Дальше. Просто успокойся. Чёрные резинки сидят. Очень красиво, кстати. Я почему-то искренне надеялась, что у меня будет круче, чем у Нармина. Но посмотрите, у кого круче. Мне больше нравится, что у меня какой-то инвалид. Вот так вот все время. Какая красота. По соседству тут делают вот такую кружку. По соседству делают красивую. И вот после этой кружки резко ожидание реальности. Я даже не знаю, стоит ли его дорисовывать. Да. До конца. Причём здесь тоже дела идут тоже неплохо. Но это жираф. Я хотела на кружке написать жизнь прекрасно. Хотя здесь что-то не скажешь, потому что прекрасно. Зато настроение не поднялось. И то хлеб. Всё настолько шикарно, что я решила свести зайчика. По жирафу тоже свести. Не. Всё. Однотонные. Просто так. Тогда останется. Эээ. Я слышу. Я слышу. Какая-то спикерная. Какая-то спикерная. Это хрупкая. Да, можешь сама отрезать так? Или... Не. Просто надо... Аккуратнее, да, надо? Нет, я не... Оп, как... Я просто красками никогда в жизни не рисовала. Я рисовала всегда маркерами. Я собаку оранжевые, наверное, что не жалеете, да? Мне кажется, он просто оставит мир из украшения на колокольчике. Да, он просто... Ну как, нравится? Нормально. Антистрайс. Надо еще что-то здесь написать. Жизнь прекрасная, например, или что-то такое мотивирует. Ну что, конечный результат. Здесь написано все будет ок и сердечко. А здесь, естественно, мой ник. Вот так. Очень увлекательно было. Да. Я покажу. Твой стаканчик. Такая вот красота получилась. И сзади вот так. Красиво. Почему на видео кажется как-то неаккуратно? Ну что, показываю вам конечный результат. Вот такая кружка у меня получилась. И вот такое блинточко. Мастерицы сделали свое дело. Я очень сильно устала. Я хочу кушать. Да, я тоже сейчас очень проголодалась. И надо через три недели прийти сюда и забрать нашу красоту. Ее будут обжигать. И потом уже из нее можно пить. Мы в банке будем со своими кружками. И сами сделали. Погода классная. Много народа. Мы никак не можем определиться, где же сесть. Я голосую за шоурму. Номер один. Но Нармина хочет что-то более... Что-то интересное. Да. Что-то интересное. Что за песня? Испортили мне кадр. Смотрите, Нармишка что купила. Палеточку. Ты откроешь, дай ее сейчас. Да. В каждом случае. Бумбочка для ванны. Они, кстати, на скидки. Да. Бумбочка для ванны. И сон для ванны. А это же такой бальзам для губ? Да. Ну какой классный. Да. Еще кузов тоже клевой. Нармина будет снимать для нас с вами макияж с этой палеткой. Вау. Я тоже захотела такую палетку. Цвета такие, знаешь, нюдовые прям на каждый день. Супер. Будем ждать на видео. Ссылочку, кстати, я вам оставлю на ее инстаграм. Переходите, смотрите. Короче, Нармина нахвалила. Как это называлось? Пармезан. Пармезан. А, это блюдо? Да. Это чайно. И тут разные. И овощи. Короче, можно самой добавить то, что ты хочешь. Попробуем, посмотрим, как это вкусно, нет? Паста была невероятно вкусной. Единственное, мне не очень понравилась подача за такую цену в обычном ресторане в прекрасной тарелке с офигенной подачей. Можно поесть где-то в другом месте. Но, самое главное, паста была очень-очень вкусная. И порция, кстати, большая. Я даже не смогла доесть до конца. Я уже дома. Мастер-класс мне очень понравился. Кому интересно, сколько это стоило? 30-15 человек. Получается, урок 2 часа отлиться. Было очень занимательно. И вообще, там преподаватели тоже очень вежливые, помогают во всем. Потом девушка безумно милая показывала, как что надо. Правда, у меня не очень хорошо получилось. Я хотела нарисовать там жирафа. Потом поняла, что оказывается, красками рисовать гораздо сложнее, по крайней мере для меня, чем маркерами. Я думала, все будет так же просто, как и маркерами. Но, оказалось, нет. Было достаточно сложно, на самом деле. Но это тоже опыт. И очень интересный опыт. Поэтому я осталась безумно довольна. Сейчас сяду монтировать этот влог. И, пожалуй, завтра уже его выложу. Там еще, кстати, были дети на лепке. То есть, можно изготавливать изделие, а можно разукрашивать. Также можно было разукрасить сумку. Небольшую эко-сумку. И потом это остается тебе, так скажем. А свой стаканчик с блюдцем я могу забрать через 3 недели. Просто их должны обжечь и покрыть еще таким специальным лаком. И из этого стакана уже можно будет пить чай. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!